Здравствуйте! Хочу рассказать, как делать ладдеры и эйрлоки. Лестницы и шлюзы. Вот, допустим, мы создали некую хрень. Хотите мне зайти теперь? Создаем два куба, допустим. Один куб обзываем ладдер, другой айрлок, именно такими именами. Располагаем их в одной точке, то есть пивот локал. Координаты должны быть одинаковые, что линейные, что угловые. Справа. Размеры по желанию. Я сделал вот так. Вот эта узенькая лестница ладдер, это пошире айрлок. Ну, кубы, естественно, будут с мэш-рендером и мэш-коллайдером. Мэш-рендер можно удалить, оставить только коллайдер. Сетка, коллайдерная сетка, должна пересекать основную конструкцию, которой она присоединена. Ну вот, видно, да? Что вот эти кубики зелененькие, они пересекаются вот с этой сеткой. Дальше. С правой. Справа смотрим так. Значит, название ладдер. Так. Так выбираем ладдер. Если его здесь нет, создаем. Для этого нажимаем вот сюда. Вот сюда. А так. Переключаемся в дебук. А здесь вот пик прописываем. Ну, тут по умолчанию единичка стоит. Так вот. Нам двоечку поставить. Пишем айрлок. Да твою мать. Вот. Ладдер стал ладдером. Айрлок стал... Ну, айрлоку присвоить айрлок. Так. Чуть правее лаер. Присвоим значение парт триггерс. Да, еще. Вот здесь в айрлоке, когда атак добавляете, убедитесь, что... Ой. Что вот здесь в лаерах стоит элемент 21 в парт триггерах. Точнее говоря, в элементе 21 стоит значение парт триггерс. Вот я что хотел сказать. Вот так вот должно быть. И в ладдере, и в айрлоке. Так, про координаты сказал, что у айрлока и ладдера должны быть одинаковые пивот в одной точке. Дальше про направление. Значит, кербалаяц, кербаленыш, ползает по оси Y. Всегда. Вверх-вниз. По зеленой. Если это ладдер. В данном случае у меня лестница лежит горизонтально. И он будет ползать вот так. Туда, сюда, туда, сюда. При этом лицом он будет обращен к оси Z. То есть в направлении оси Z. Круг говоря, его морда смотрит на синюю стрелочку всегда. То есть его лицо направлено по оси Z всегда. А ползает он по оси Y, по зеленой. То есть на синюю стрелочку он смотрит, а по зеленой стрелочкам ползает. Ну и все. А, нет, не все. Здесь вот в Mesh Collider справа ставим триггер. Но если это Mesh Collider, то надо Convex ставить и триггер. Если это будет... Как он там называет? Если это будет Box Collider, Sphere Collider, просто триггер ставим. Галочку вот здесь. И в Айрлоке, и в Ладере. После этого записываем. Как обычно. Наш крафт. И открываем. В игруле. Я покажу результат сразу. Вот где-то в этом месте. Вот. Шлюз, видите. Выхожу. Выйти. Невенько вышло. Когда деталь коллайдерная триггер, она не мешает. Видно, да? Я хожу, коллайдер не мешает, дает пройти. Он просто триггер. Ну, вот я берусь. И вот я захожу. Да, еще что, что хотел сказать. Размеры вот этих вот коллайдеров, Box Collider. Короче, размеры Айрлок и лестницы должны быть достаточными, чтобы кирбаленыш смог с ними взаимодействовать. Потому что, если вы сделаете слишком маленькие, то будет, во-первых, сложно найти вход, если он невидимый, как у меня. То есть без мешей, без рендера. А во-вторых, он... Там же как устроено? То есть коллайдеры кирбаленыша пересекаются с коллайдерами вашего Айрлока и ладера. И тогда они взаимодействуют. А если коллайдеры будут слишком маленькие, то пересечение может и не произойти. Или будет недостаточным для срабатывания триггера. Поэтому я первый раз сделал маленький. И вот девонька могла найти триггер, а пацан нет. Пацан побольше, видимо. Вот, а так вот он раз взялся, во-вторых, и входит. Вот. Ну, по опыту еще могу сказать, что в космосе такой маленький шлюз довольно сложно найти. Тем более, когда он невидимый. Ну, если лестницу, видимо, и сделать и люк тоже, то, в принципе, пойдет. Ну, IT у меня получалось. И в космосе тоже. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok